Ходатайство Генпрокуратуры о проведении психиатрической экспертизы Станиславу Краснову рассмотрят 13 мая в 10.00 в Шиченковском райсуде Киева. Несмотря на письменные заявления Краснова, его таки не доставили в зал суда. Вместо этого организовали видеоконференцию из СИЗО. Краснов рассказал, чувствует себя после прекращения голодовки хорошо и добавил, что в так называемой камере смертников он теперь сидит не один. Станислав Краснов также сообщил о пятиминутной психиатрической экспертизе в присутствии двух СБУшников в клинике в Глевахе. Заранее его о такой экспертизе не предупреждали. Более того, она не предусмотрена законом, утверждает адвокат Краснова. Сторона защиты выступает категорически против дальнейшей психиатрической экспертизы Краснова. Адвокаты не доверяют экспертам из Глевахи и считают, что Краснову хотят применить карательную психиатрию. Защита главы гражданского корпуса «Азов Крым» утверждает, что эксперты из Глевахи давно известны заказными выводами по уголовным делам. И это позволяло сажать невинных и выпускать виновных. И они хотят при помощи того, чтобы какое-то провести неизвестное нам пока еще исследование, которое, кстати, не предусмотрено законом. Для того, чтобы это исследование начинать, то следователь должен был вынести постановление, он его не выносил. Он поехал в одну из самых печально известных клиник, Глевахскую клинику, привезли туда Краснова, и вы все в зале слышали, что он там присутствовал в течение пяти минут, за которые они установили, что есть основания считать, что он после совершения преступления стал неосудным. Напомним, раннее ГПУ заявило ходатайство о продлении Краснову ареста, после чего глава гражданского корпуса «Азов Крым» Станислав Краснов объявил голодовку, которую на днях прекратил.